Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами поиграем в Left 4 Dead 2 на Xbox One. Да, меня капец, как бьет ностальгия в голову в последнее время, и я запускаю старые игры. Если вдруг кто-то не знал, то Left 4 Dead 2 это просто офигенная игрушка про зомби. Одна из лучших, я считаю. В эту игру я играл очень давно, еще будучи школьником, и... Ох... Ностальгия. Если что, Left 4 Dead доступна по обратной совместимости, ее можно купить там, по-моему, через консоль или же через сайт xbox.com. В общем, мы сегодня запустим Left 4 Dead 2 и посмотрим, насколько она хороша на консоли Xbox One. Но перед началом ролика хотел бы вам посоветовать оформить подписку комбо от команды mile.ru group. Если что, эта подписка дает возможность экономить в Макдональдсе, на поездках в сети мобил, на покупках в перекрестке, ну а также во многом другом. Но, как по мне, самым главным преимуществом этой подписки является то, что при помощи нее музыка во Вконтакте совершенно бесплатна, без какой-либо рекламы, и ее можно слушать без проблем оффлайн в фоновом режиме. То есть, грубо говоря, в эту подписку входит еще и подписка на музыку Вконтакте. И с учетом этой подписки выходит даже дешевле, чем вы просто бы покупали подписку на музыку. Если что, по моему промокоду K70233, вы получите офигенную скидку, при помощи которой сможете получить эту подписку всего лишь за 99 рублей на 3 месяца. В общем, если тебе интересна эта подписка и тебе надоела реклама при прослушивании музыки, то вводи мой промокод и получи подписку почти даром. Ох уж этот Лафадет. Просто, ну реально офигенная игрушка про зомби. В свое время я реально играл в нее, учась в школе, вместе со своим другом, перед школой, тогда у меня была еще вторая смена. Очень много раз играли со своим родным братом, просто без ума от этой игрушки были. Да, это Лафадет. Вы просто, ну, наверное, не сможете, так скажем, почувствовать то, что чувствую я, но это реально клево, прям реально ностальгия. Кстати, насколько мне не изменяет память, да, она на русском языке, короче, ладно, погнали. Кстати, если вдруг кто-то не знал, то в Лафадет 2 можно играть вдвоем при помощи второго геймпада. Просто со второго геймпада нажимаете на старт, заходите в профиль и играете вдвоем на плитскрине. Кстати, забавный факт, я в Лафадет никогда не играл по сети, мы всегда играли вот при помощи плитскрина. Я думаю, что кампанию проходить будет не очень весело, поэтому давайте поиграем в режим выживания. И я всегда мечтал в этот режим поиграть, поскольку в свое время я в него никогда не играл. Погнали, быстро игра, и давайте что-нибудь найдем. Ладно, ну, в принципе, давайте дождемся. Неужели в Лафадет никто не играет? Ведь до сих пор никого не было. Давайте попробуем перезайти, ладно, не будем хостами, но... О! Сразу четыре человека, крутяк. На самом деле в шоке, что до сих пор все-таки играют. Я не знаю, почему, конечно, ко мне никто не заходил, возможно, это последние три человека, но все же... О, господи! Да, это я удачно зашел. А, это я удачно зашел! Так, нифига себе, они почти продержались до четырех минут. Я не знаю, сложно это или нет. Взял шприц. Беру зажигательный. Ээээ... Шо это такое? Сколько я играл в Лафадет, я никогда, ну, не видел такого, чтобы можно было вот так вот прыгать. Что это за фигня? Какие-то моды или чё это? Даже не знаю. Так, шприц, шприц, а не лучший таблеток. Опа, 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 опа! Понеслось уже, все понеслось, капец, капец! Вот, кстати, сравнивая ее с КС-кой, да, в которой я тоже недавно играл, если честно, вот прям небо и земля. Слушайте, это реально какие-то моды, походу, потому что у меня... Ой, громила, громила! Офигеть! Вот сравнивая ее с КС-кой, не договорился. Просто небо и земля, тут управление, ну, намного лучше. Вы слышите эту музыку, да? Вы... Вы слышите это, да? Это танк. Это танк! Спасайся! Кстати, мне кажется, вот, вот то, что я вот так вот подлетаю, это капец, как нас спасет. Я уверен, что эта музыка означает, что танк скоро придет. Это я не знаю, как, типа, солнце встает, утро начинается. Вот, кстати, если сравнивать эту игру с войной миров Z, просто пушка. Вот серьезно, несмотря на то, что здесь, я не знаю, убогая графа... А, да, нету даже... Фух! Фулл HD, фух! Громил испугался. Да она все равно, она офигенная, она атмосферная, и реально очень клево играется. Ай-яй-яй, тренером махают нашего. Вот, опять эта музыка! Не говорите, что здесь нету танка, как это так? Лафодет без танка, это, я не знаю, это Лафодет без танка! Кстати, ну, на самом деле, что-то... Вот он, вот он, вот он, смотрите! Быстро все на него! Быстро, быстро! Кстати... О, нифига себе, я быстро заряжаюсь. Мочим, мочим! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рашель минус, походу, все минусы. Что творится вообще в Лафодете? Это... Ну-ка, 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 ну-ка! Господи! Все что-то летают! Что... Что вообще происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не, как бы, несмотря на то, как прикольно играть с какими-то, я не знаю, как их назвать, модами, может быть, расширением, да? Потому что, ну, не было такого в Лафодете. Играется это... Прикольно, но не так, как без всего этого. Потому что, когда без всего этого играешь, ну, прям реалистичность, прям реальная реалистичность. Я даже и не знал, что в Лафодете может такое настроить. С такой фишкой, мне кажется, можно капец, сколько назад. Рашель! Ёш-матрёш! Курильщик! Помогите! Может быть, мне кто-то поможет? Ау! Прыгать! Ну, что ты стоишь? Ты же можешь летать! Ты можешь летать, господи! Оооо, господи! Как... Вот просто тупая! Вот реально тупая! Ну, давайте поищем всё-таки что-либо без модов. Вот потому что с модами играть не очень, вот серьёзно. Ладно, попробуем ещё раз найти. Если мы попадём в них, то да, придётся играть с модами. По-моему, это те же чуваки. Мы, кстати, недавно проходили Войну Миров Зетт, и если её сравнить с Лафодедом... Ну, серьёзно, это просто копипаст Лафодеда с прикольной анимацией зомби. Всё. В остальном Лафодед наглого выше. Вот это нельзя объяснить, но это очень сильно чувствуется. Просто поверьте мне на слово. Так, может быть, мне кто-то поможет, и я чё-то как-то зашёл неудачно. О, я играю за Элис, за своего любимого персонажа. У нас два игрока, они живые. Кстати, чё-то он вообще его не бьют как-будто. Как их не бьют? Чё-то не понимаю. Чел, как бы там сзади танк? Он не выйдет с танка. Тима тут, конечно, ещё та. Короче, давайте перезайдём лучше. Господи, я опять зашёл к ним. Ну, зачем? Зачем вы меня туда кидаете, а? Походу, мне ничего не остаётся делать, как только играть в компанию. Давайте попробуем быстро игру. Я думаю, что там будет без всяких модов. И там можно будет спокойненько помесить зомбаков. Кстати, самая любимая моя миссия в ФДД, это, пожалуй, последняя на мосту. Она вот мне почему-то больше всех запоминается. Ладно, поиграем за тренера. Так, Рошель, давай ты постоишь, а я тебя полечу. Я не такой жадный. Давай, моя хорошая, сейчас тебе прическу и джинсики подправим. Ой-ой-ой, всё задымлённые, ребята, мы горим. Опа-опа, нифига вас! Ух-ух-ух-ух, вот это, вот это вот огонь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Жакей, 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 мочим жакея! Он самый опасный тут. Вот, несмотря на то, что зомби пропадают, картинка в целом выглядит прикольно. Да-да, подзарядиться. Ну вот, убежище, пойдёмся. Е-бой. Да, мне за это время хотя бы... Хотя бы один раз удалось дойти до конца. Прям везунчик. Кстати, мне что-то так кажется, что это, по-моему, одна из самых адекватных тим, в которую я взлетел. Потому что они единственные, по-моему, кто до конца дошёл. Кстати, интересно, на какой сложности они играют. Ну, по-моему, на лёгкой. Так, ребятки, сейчас я вам покажу, как делать правильное упражнение. Бам! Кстати, вот этот тоже мощнявый. Поиграем немножко в бейсбол. Пум! 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 Так, подходим по одному. Не стесняемся. Не стесняемся. Кстати, вот из-за задержки, конечно, не очень комфортно играть. Потому что вот ты стреляешь, а только потом они где-то через секунду, они играют. Не, всё ещё очень клёво играть в эту игру, серьёзно. Ой, толсяк, смотрите! Главное, чтобы не блеванул этот чувак. Так, ой-ой-ой, охотник! Да уходи! Уходи! Жакей! Жакей! Фух! Не-не-не, всё. Эти чуваки нормальные. Потому что они сразу спасают. Может быть, конечно, мне повезло, но всё же. О, калаш, калаш, калаш! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тупо уже... Вот, слышите? Вот, смотри! Опа-опа! Вот, вот, нет-нет-нет! Не ходи-не ходи-не ходи! Ух! Там вот ведьма, вот это вот. По ней лучше не шмалять, серьёзно, потому что это вообще... Нет, давайте пройдём. Осторожно! Ещё выключим фонарик. Потому что, мало ли. Ну, её лучше не трогать, потому что она сразу забьёт. Шприц, ребята, кому нужен шприц? Конечно, мне мама говорила, что нельзя шприцы подбирать на улице, но... Видимо, Элису по барабану сейчас будет. Кстати, здесь довольно-таки прикольная анимация. Когда играли в Войну Миров Зет, там такая бы анимация вообще жесть. Типа, на какие-либо действия персонажа. Ребята, танк! Мочим-мочим, все вместе! Судьбеза! Мы команда! А может быть и не команда, но... Фигарим-фигарим! Сначала убиваем танк, ребята! А-а-а! За пацанов! Я тренер! На! 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 Тупо! Тупо загасил сбитый. Всё, потому что я... Тренер! Тренер! Записывайтесь на мои бесплатные курсы. Номерок в описании. Включится сирена. Упс. Я не хочу её открывать. Не открывай! А, ладно, может быть там не танк, но... Если он будет там, это будет полная задница. Где... Где танк? С какой стороны, интересно? Может, не будем отсюда уходить? Ладно, будем. Он нас просто так не отпустит. Кстати... Оп! Адреналинчику. Кстати, очень странно музыка играет, а танка нету. Ой-ой-ой, какое месиво! Вот она, катана! Вот она пригодилась-то, катана! Сейчас мы все порубим. Давай-давай-давай! Надо спасать! Нееет! Я не спас Нику! Блин! Чё? Сейчас ты у меня получишь за Нику! И жокеем, и минусануем! Минусануем? Ну, короче, вы поняли. О, я ж могу! Сейчас я Нику восстановлю. Я ж не зря взял вот эту... Дифи... Ну, короче, вы поняли. Да, не зря, кстати, его взял. Очень не зря. Блин, я думал... Нет! 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 Охотник! Охотник! Вообще, жесть! Толстяк, толстяк, толстяк. О, здесь не место, потому что если он блеванет, всем будет капец. Сейчас, если мне еще схватит курильщик, вот будет умора. Уууу! Вот это было же скач. Реально же скач. Let's go, let's go, ребят. Заходим, заходим, заходим. Тут, по-моему... Да, да, да. Нужно заправить, короче, машину бензином и уехать. Да, укатим, конечно. Сейчас вот один танк, и мы минус. О, здесь аптека. Отлично, отлично. Она очень пригодится, потому что у меня вообще нет аптеки, дополнительных. У них-то есть, а у меня нет. Заливаем, заливаем, заливаем. Подносите, подносите. Так, плевальщица нужна. Оп, оп, оп. Минусанули. Вот знаете, еще одно глобальное отличие от Войны Миров Зетт. В Войне Миров Зетт, вот эти вот чуваки, ну, мини-боссы, да, они никакой угрозы почти не составляют. Ну, типа, ну, окей, там, громила-громила какой-нибудь. А вот здесь реально боишься, потому что тебя реально могут минусануть. Вот, например, вот, видите, жокей минус... Вот, фух, спас я Элис, хорошо. Вот один жокей может просто всю команду разобрать. Одного уточить, на второго напрыгнуть, и все. Быстро, быстро, быстро фигарим по нему. Все вместе. Тугеза. Тугеза. Ладно, ладно, не будем около него тереться. Ой, это стяк. Заблевал меня еще и курильщик. Помогите, ребята, пожалуйста, ну, не дайте мне умереть. Меня обливали, меня повесили. Вот, что мы его не убили? Ребята, пожалуйста, я вам сколько этих помог. Да я... Господи, пожалуйста. Нееет. Мне интересно, спасутся они или не спасутся. Сейчас запрыгнет на нее охотник и кобзец. Все. Хороните. Попробуем все-таки пройти. Я надеюсь, что они в этот раз не будут тупить. Так, так, ну, в этот раз-то мы их победим, я уверен. Да вот почему, ребята, меня оставили одного. Ребят. Пасите, пожалуйста. Спасибо. Мне нужно лечиться, тупо лечиться, потому что это вообще жесть. Начало катки, конечно, такое себе. Вот, заметим, стоило мне чуть-чуть отойти, то меня сразу схватили. Вот в этом и крутость Лафодеда. Что тебя всегда ждет опасность. Всегда. Всегда нужно быть начеку. Опять, почему я все заливаю? Почему они... А, ну, хотя они меня прикрывают, тоже хорошо. Вот взяли бы все по одному, намного быстрее было бы. Нет, они ходят. Это все потому, что я тренер, да? Ё-ё-ё-ёй! Я все равно залью. Уйди, уйди с дороги. Блин, реально почему-то вот Нико и я работаю. Они что-то ходят между собой, болтают, ничего не делают. Ребята, осталось совсем чуть-чуть. Рошель, чинись. Чинись. Блин, подзаряжусь я на этом или не подзаряжусь? Проходи, проходи. Все, я облеванный еще. Ешь-матрешь. Надо делать так, потому что иначе, мне кажется, мы не зальем эту. Все, заходим в зону и уезжаем. Заходим, там еще танк. Элис, давай, давай. Все. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Че могу сказать о Лафадете? На мой взгляд, она до сих пор дарит те же самые ощущения, что и дарила в далеком прошлом. Серьезно. Несмотря на убогую графику, может быть, на убогую анимацию, там, задержку выстреля, она до сих пор, вот, остается, на мой взгляд, самой лучшей игрой про зомби. Вот, у меня просто слов нет. Вот эти жакеи, танки, плевальщицы, они вот до сих пор дарят те эмоции, которые были тогда. Господи, как же это офигенно. Вот, серьезно, если сравнить ее в который раз с Войной Миров Z, Лафадет это просто эталон, потому что в ней как раз таки передана атмосфера апокалипсиса, передана атмосфера страха, ты реально видишь ведьму и ты понимаешь, стоп, не надо, не шмаляйте, ребят, не шмаляйте. Когда ты слышишь музыку танка, ты сразу понимаешь, все, сейчас идет танк, чуваки, нужно сплочиться и нужно как можно быстрее его убить, потому что он самый опасный. Когда прыгает жакей, ты его стремаешься, просишь помощи, ну короче, вот, короче, если вы не играли в Лафадет, ребят, скачайте и поиграйте, она действительно годна. Если у вас есть компания, это будет еще круче, вот серьезно. Короче, игруха просто топ. Единственный минус в данный момент, сейчас, да, я не знаю, конечно, как было тогда, но сейчас играют в большинстве случаев в нее просто тупники. Те люди, которые либо вообще играть не имеют, либо, ну, вообще никогда не играли и даже не знают, что делать. Либо, ну, короче, тормоза, просто тормоза. Поскольку я заходил в множество каток, и все там люди либо не спасали, либо тупили, либо какие-то моды, и это, конечно, минус. Но, если у вас есть друзья, у которых куплен Лафадет, и если у вас есть, я не знаю, второй человек в доме, да, и второй геймпад, то поиграть в Лафадет, она принесет вам намного больше ощущений, намного больше эмоций, чем та же Война Миров Зетта. Вот это, это серьезно. Короче, от Лафадета я, если честно, остался в полном восторге. На этом, в принципе, все. Если понравился такой видос, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение о Лафадете, есть ли она у тебя, и большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!